Проведение таких выездных совещаний, которые позволяют более тщательно изучить ситуацию, стало обычной практикой. В июне наш регион посетили представители Комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. И вот сегодня в Алтайском крае работают депутаты Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды. На мероприятие пригласили не только сотрудников федеральных и региональных министерств и ведомств, но и глав городов, районов, которые также заинтересованы в решении экологических проблем на своих территориях. Серьезный заинтересованный разговор, диалог законодательной и исполнительной власти. Обсуждали проблемы, искали разные пути их решения, включая усовершенствование законодательной базы. Еще одна тема касалась создания в нашей стране особо охраняемых природных территорий федерального значения. Всего их предусмотрено 24. Известно, что в Алтайском крае в ближайшие годы появятся два национальных парка – Тогул и Горная Колывань. Если говорить о сроках, то открытие Горной Колывани значится в планах на 2023 год. Тогул, который расположен на территории сразу трех районов – Ельцовского, Заринского и Тогульского – получит финансирование уже в 2020-м. Важно, чтобы это все было логично, системно, выстроено с учетом позиций и интересов жителей, которые проживают в регионе. И способствовало и сохранению природных богатств Алтая, и их развитие, развитие экологического туризма и так далее. Создание особо охраняемых природных территорий – это возможность привлечения в Алтайский край дополнительного финансирования. Новые рабочие места, создание инфраструктуры, приобретение техники – все это будет обеспечено за счет средств федерального бюджета. Для каждого национального парка, который сейчас включен в федеральный проект, предусмотрено финансирование как на первоначальные организационные работы, так и на первичное материально-техническое оснащение, и также на выполнение государственного задания как на первый год, так и на последующий в том числе. И сейчас, по мнению властей, основная задача – это донести до жителей перспективы, которые открывают заповедные зоны. В районах уже проходят публичные слушания. Сегодня у людей, безусловно, есть вопрос, то есть с теми ограничениями, которыми они столкнутся, что они получат взамен. В том числе такие вопросы, как собирательство, как дикоросы, эндемики, которые присутствуют на этих территориях, и даже выпуск крупнорогатого скота. Это все то, что формирует благо каждой семьи. То есть, фактически, это экономика каждой семьи. Поэтому вот с этим вопросом я считаю, что необходимо работать достаточно серьезно. И вопросы, то, что это будет разменено на тот туристический поток, который образуется в рамках создания национального парка, жители не всегда верят этой перспективе. Поэтому сегодня этот вопрос был задан и федеральному министерству. Этот вопрос будет обсуждаться в комитете по экологии. И этот вопрос будет отмечен в той резолюции, которая будет формироваться по итогам сегодняшнего заседания. Проведение таких встреч и дискуссий способствует взаимопониманию, и, что немаловажно, выработке взвешенных решений, которые соответствуют реальной жизни в регионах. Евгений Плохотин, Иван Зяблицкий. День с толком. День с толком.